В Краснодарском крае ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства среди сотрудников детских садов «Воспитатель года». В этом году за звание лучшего воспитателя края состязались 44 человека. Они проходили сложные задания, давали мастер-классы, выступали на ток-шоу. Одним словом, демонстрировали жюри все свои навыки. Среди финалистов краевого этапа была и наша землячка Ксения Старова, музыкальный руководитель в детском саду номер 5. Об участии в конкурсе и о нелегком труде воспитателям Ксения рассказала нашим корреспондентам. С такого музыкального приветствия начинается урок музыки в детском саду номер 5. Ксения Старова работает музыкальным руководителем более 6 лет. До этого ее профессия была далека от сферы образования. Ксения работала ветеринарным врачом. Но детскую мечту связать свою жизнь с музыкой и работой с детьми она всегда хотела воплотить. В детстве я мечтала закончить музыкальное училище. Это была моя мечта. И мечты сбываются. И этому в частности должно сопутствовать огромное желание. И я сама осуществила свою мечту. И я считаю, что я на своем месте. Мне это очень нравится. И нравится детям. Участие в конкурсе для Ксении – это возможность не только показать свои навыки в работе с детьми, но и посмотреть, как это делают другие воспитатели. В районном этапе она стала лучшей. А в краевом вышла в финал, но оказаться на первом месте не удалось. И это неважно, признается Ксения, ведь главное не победа. Мне выпала такая возможность представить на краевом конкурсе «Славинский район». Задача была максимально с лучшей стороны показать ту работу педагогическую, которая ведется в нашем районе. Мы очень кропотливо, очень много читали материала, очень долго готовились и отнеслись к этому с полной ответственностью. И такой наградой и подарком был выход в финал. То есть из 44 районов я попала в число 15 финалистов. Такое непростое дело, как работа с детьми, считает Ксения Здорова, требует особого отношения. Тогда результаты не заставят себя ждать. Неважно, с каким настроением и проблемами ты приходишь на работу, говорит Ксения, главное – оставлять их за дверью. В своей работе она полностью отдает все силы на то, чтобы интересно и весело детям было на уроках музыки. Для педагогов, для обычных людей это занятие звучит, для ребенка это всегда игра. То есть музыкальное занятие – это погрушение ребенка в мир музыки, игры, в мир театра. То есть только так можно привить любовь к музыке. Безусловно, старания Ксении не остаются без внимания. Ее любят дети и ценят коллеги по работе. Ксения Викторовна нас научила танцевать, и мы умеем танцевать. Мне нравится с ней заниматься, нравится петь. Она нас учит много танцевать. Ксения Викторовна очень хорошая, добрая, красивая. Очень интересные у нее музыкальные занятия, музыкальные утренники, посвященные разным темам. Это и маме, это и день папы, это и Новый год, где очень много героев участвует. Ее контакт с нашими работниками приводит к тому, что на утренниках у нее очень много героев. Девочки-воспитатели, няни принимают активное в этом участие. Работники дошкольных учреждений Славянского района прилагают все усилия, чтобы процесс познания и воспитания для детей стал не только важным, но и интересным занятием. Ксения Старова на своем примере это доказала. После конкурса она продолжает каждый день заниматься своим любимым делом – прививать детям любовь к музыке. Ну и, конечно, готовится к следующему конкурсу «Воспитатель года». Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».